Здравствуйте! Тема сегодняшнего занятия – электронные конфигурации атомов химических элементов. Сегодня мы с вами будем учиться делать электронно-графические конфигурации в самом их сложном варианте, где мы будем использовать стрелочки и квадратики. О чем здесь идет речь? Давайте разбираться. Но прежде всего, чтобы это сделать, нам придется что-то вспомнить о таблице Менделеева и строении атома. Но прежде всего, давайте попробуем построить электронную конфигурацию для такого элемента, как хлор. Хлор, 17-й по счету элемент, находится в 7-й группе и в 3-м периоде. А каким же образом будут располагаться электроны на различных уровнях? Давайте сначала вспомним. Раз хлор находится в 3-м периоде, значит, у него будет 3 электронных уровня, на каждом из которых должно будет находиться какое-то количество электронов. Далее давайте вспоминать, что на первом уровне может быть только одна единственная орбиталь, S-орбиталь. Откуда я это знаю? Я это знаю, потому что первый уровень соответствует главному квантовому числу N, равному 1. При таком квантовом числе орбитальное квантовое число может быть равно только 0. Поэтому на первом уровне есть только одна единственная орбиталь. S-орбиталь. Орбитали можно обозначать по-разному. Можно с помощью квадратиков. Это довольно удобно, особенно когда у вас тетрадь в клеточку. Но когда у вас нет тетради в клеточку или когда вы не любите квадратики, вы совершенно спокойно вместо квадратиков можете использовать просто линии, на которые точно так же можно зарисовать электроны. Это у нас будет 1S. Первый уровень, S-подуровень. На первом уровне больше нет, поэтому дальше будет второй уровень. На втором уровне могут быть целых 4 орбитали. Одна из них также будет S-орбиталью. И она уже будет 2S. И целых 3 орбитали будут P-орбитальями. Все это я знаю только потому, что я знаю, как работают квантовые числа. Для квантового числа 2, которые соответствуют второму уровню, возможны два значения орбитального квантового числа. Равное 1, это S-орбиталь. И равное 0, это S-орбиталь. И равное 1, это P-орбиталь. Соответственно, S-орбиталь может быть только одна, потому что для орбитального квантового числа 0 магнитное может быть равно только 0. Для L, равного 1, M может быть минус 1, 0 и 1. Три значения, три одинаковых вырожденных орбитали в рамках одного подуровня. Ну, только извините, пожалуйста, здесь, конечно же, тоже 2P, это же один уровень. 3P у нас будет только на следующем уровне, вот на этом, где у нас будет 3S-орбиталь и также 3P-орбиталь. Каким образом 17 электронов хлора расположатся на этих уровнях? Они расположатся в соответствии с несколькими законами, о которых, я надеюсь, вы также помните. Первое, запрет Паули, который говорит, что на одном уровне, точнее, говорит, что не может быть двух электронов с одинаковым набором квантовых чисел. То есть, я не могу на один уровень записать два электрона, две стрелочки, направленных в одну сторону. Направление стрелки вверх или вниз символизирует спина электрона. Плюс одна вторая или минус одна вторая. Он должен быть в рамках одной орбитали разной двух электронов. Второй закон говорит о том, что орбитали должны заполняться в порядке увеличения их энергии. Чем ниже у нас находится наша орбиталь, тем ниже ее энергия. Те, которые находятся на одном уровне, равны по энергии. Иногда орбитали одного уровня пишут вместе, но тогда этот эффект несколько пропадает. Поэтому, конечно, лучше писать их вот так. В то же время понятно, что высоты листа или пространства в целом может не хватать, поэтому иногда пишут все на одном уровне. Даже иногда не войдет вправо, пишут все одно над другим. Но вообще, конечно, с методической точки зрения, правильнее записывать именно так. Ну, давайте посмотрим. Должны орбитали все заполняться по порядку. На первой может быть максимум два электрона. Вот мы их с вами и изобразим. Причем направленные стрелки должны быть в разные стороны. Условно, стрелка вверх спин одна вторая, стрелка вниз спин минус одна вторая. На втором подуровне, на 2С, то же самое. На 2П, опять-таки, происходит та же самая ситуация. 2П ниже, чем все остальное. Орбитали электронов, которые нам надо заселить, осталось еще 13. Они все должны поместиться здесь. Каким образом заполняются орбитали, где несколько, точнее, подуровни, где несколько орбиталей? Они заполняются в соответствии с правилом Хунда. Сначала все орбитали заполняются электронами с одинаковым спином. Затем уже любая из них, начиная с любой из них, они заполняются другими электронами. Ну, стресс, я думаю, уже все понятно. Еще раз к 3П. Можно начать с того, что направить все три электрона вниз. Главное, чтобы они были направлены в одну сторону. Далее, давайте посмотрим, сколько электронов осталось. 2 плюс 2 плюс 6 это 10. Еще 2 это 15. Еще 2 это 12. Еще 3 это 15. Осталось еще 2. Где будут эти еще 2? В любой из оставшихся. Здесь, например, и здесь. Где хотите. Все три орбитали одинаковые. Не важно, в какой из них электрон будет направлен. Не важно, в какой из них электрон будет один. И не важно, в какую сторону будет направлен. Это будет правильно. В любом случае. Да, поэтому если вы знаете, что он заполнится полностью, можно его смело заполнять. А вот если он заполняется не полностью, допустим, ситуация, когда на трех орбиталях должны находиться два электрона. Их можно расположить, ну, например, вот так. Пожалуйста. Можно. Чего нельзя сделать? Их нельзя расположить на одной орбитале, направив хоть в разные, тем более в одну сторону. Их нельзя расположить в разном направлении. Но в одну сторону, в разных их можно направить. Напоминаю вам это правило. Сумма спинов электронов должна быть максимальной по абсолютному значению. Минус 1, вторая, плюс еще одна, минус 1, вторая, минус единица. Абсолютное значение минус единицы. Это единица, абсолютное значение. Все равно, что взять модуль. Соответственно, единица. Если мы расположим как-то иначе, так что, например, этот электрон будет направлен в другую сторону, то у нас получится 0. 0 меньше единицы. Напишем их в одной ячейке, они опять будут направлены в разную сторону. Опять в сумме будет 0. Опять будет меньше единицы. Не подходит. Все остальные варианты, которые дают единицу, могут быть. Ну, вернемся к кальцию. Давайте посмотрим, как заполняются его электронные уровни и подуровни. Кальций находится уже в четвертом периоде. Значит, у него будет уже 4 электронных уровня. Ну, давайте, значит, вновь сначала посмотрим, какие же у него будут орбитали. А у кальция, давайте так начнем прямо отсюда, точно так же будет уровень 1С. Далее у него будет 2С и 2П. Так, дальше идет 3С. Идет 3П. Однако, прежде чем начинается четвертый уровень, давайте я вот это вот тоже изображу чуть получше, а то оно у меня поехало, к сожалению, вверх. А должно быть строго на одном уровне. После 3П вообще идет 3Д. Надеюсь, помните, на 3Д под уровней 5 каждый раз увеличивается на 2. Ну, и так как мы сказали, что должен быть четвертый уровень, то также в кальции будет 4С. В принципе, можно продолжить. Можно написать и не только 4С, можно написать и 4П, и 4Д. Но, в общем-то, расскажу секрет, они в данном случае не заполнятся. Поэтому мы остановимся на 4С, так как дальше в любом случае уже все это уходит за рамки доски. Каким образом электроны заполнятся? Ну, до 3 уровня можно быть абсолютно спокойно уверенными, что все полностью заполнится электронами. Пока 2 уровень полностью не будет завершен, уровень 3 не откроется. Однако, когда мы переходим к третьему уровню, надо обратить внимание на тот факт, что всего на третьем уровне максимально может быть 18 электронов. 2 плюс 6 плюс 10. Однако у кальция электронов осталось всего-то лишь ничего. Из 20, если мы с вами вычтем, соответственно, 2 и 2 и 6, то есть 10, останется только 10 электронов. 10 это не 18. Каким же образом 10 электронов расположится на всех этих уровнях? Я напоминаю вам о правилах определения порядка заполнения электронных уровней. Для этого надо считать сумму главного и орбитального квантового числа. Рекомендую обратиться к схеме, где этот порядок указан. Или можете попробовать составить таблицу и посчитать сумму главных и орбитальных квантовых чисел для этих орбиталей. Давайте сравним, исходя на этом 3D. 3D, главное квантовое число равно 3, поскольку здесь мы видим 3. D, это орбитальное квантовое число, которое равно 2. 3 плюс 2 будет 5. 4S, главное квантовое число, равно 4. Берем, орбитальное квантовое число равно 0. 4 плюс 0 в сумме 4. 4 меньше 5. Поэтому, несмотря на то, что 4D орбиталь находится ближе к ядру атома кальция, несмотря на то, что она как бы ниже по энергии, прежде заполнится 4S, а потом уже 3D. Обусловлено это прежде всего тем, что полностью и наполовину заполненные электронные орбитали более устойчивы. А заполнить 4S орбиталь гораздо проще, чем 3D. Поэтому, хотя 4S и находится снаружи, но заполняется она раньше, чем 3D. Каким же образом расположится оставшееся 10 электронов? 2 здесь, 6 здесь и 2 здесь. Конечно же, на практике нам будет важнее гораздо только лишь конфигурация внешнего электронного уровня. Но понимать, каким образом все уровни заполняются, тоже важно. На этом все. Спасибо за внимание и до встречи на следующем уроке.